Теперь актёр-скандал. Награда нашла героя. Кто получил медаль «Лугандонский стрелок» и пистолет вместо букета? И у кого на российском ТВ мальчики кровавые в глазах? То распятые, то наколотые. Подробнее о современных гибельсоидах, ну а как их иначе ещё назвать? Наш московский корреспондент Данил Русаков. Конечная остановка на маршруте трамвая желаний не задалась. Спитакль на Санимхата, в котором играет теперь уже скандально известный актёр Михаил Пореченков, закончился вот так. Кроме игрушечного пистолета, активистка российского протестного движения Екатерина Мальдон вручила артисту самодельную медаль с колорадскими жуками. На ней надпись «Лугандонский стрелок». К удивлению, многих Екатерину не задержали. Сам Пореченков произошедшее не комментирует, хотя рассказать есть что. После визита к боевикам на него в Украине завели уголовное дело. Сериалы с участием звезды сняты с эфиров всех национальных телеканалов. Зато видео, на котором артист вместе с террористами обстреливает здание Донецкого аэропорта, набирает всё большее количество просмотров в интернете. Путлер не вечен. В дальнейшей жизни история всё расставит по своим местам. Почему они так уверены, что победят фашисты? Они же расшисты. В истории, именно в истории. Видимо, людей ничем не научила историческая вина немецкого народа за гитлеровский фашизм. На российских федеральных каналах, где Пореченкова наоборот изо всех сил пиарят, продолжают множиться истории в духе распятого мальчика из Славянска. Передовик борьбы с инакомыслием канал НТВ накануне выпустил очередную пропагандистскую муть. Если солдаты украинской нацгвардии оставили его папу и маму в живых, то они обязательно его отыщут. Затем рассказали душесчипательную историю о том, как мальчика похитили солдаты нацгвардии, обкололи наркотиками, использовали чуть ли не как мишень. В общем, разыграли хорошо знакомый сюжет об украинских карахелях. Но всю идиллию испортили данные из Донецкого областного МВД. Там мальчик уже давно числится в пропавших. Известно, что у него есть проблемы с психикой, из дома сбежал. Ничего о так называемом похищении сотрудникам милиции неизвестно. Редакция НТВ ЧП давно специализируется на телевизионных бросах. В России хорошо помнят их бессмертную анатомию протеста, после которой сценаристы и продюсеры, видимо, решили, что могут переплюнуть Геббельса. Ну и дальше понеслось. Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканал Интер. Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Продолжение следует...